На улице обычно самый мелкий инструмент – это вот такой, потому что там объем большой и детали там в принципе не нужны. Масштабно и ярко – это главные принципы любого стрит-арта, говорит Дмитрий. Создатель портрета Олега Янковского ради интереса подсчитывает, сколько времени и средств ушло на работу. За неделю на мурал потратил десятки литров итальянской краски. Могу точно сказать, это порядка 30 литров акриловой краски, 15 килограмм грунтовки, 20 килограмм лака и где-то в районе 20 литров автомобильного растворителя. Для рисунков подходят фасады с ровной или ребристой поверхностью, говорит художник. Дмитрий предложил украсить главную улицу города. Идею поддержали. Процедура согласования, она проходила в первую очередь с собственниками этого помещения. Вот поэтому в процессе согласования были там трудности некоторые, потому что несколько собственников, но все в итоге поддержали идею, когда показали эскиз, что это Янковский, и ни у кого не возникло вопросов, что данное изображение должно быть в центре города. Хорошо рисунок смотрится на торцах зданий, те, которые выходят на перекрестки, которые видно с нескольких улиц. Ну, примерно как здесь. Для создания портрета заказывали пять вышек. Одна из них так шаталась, что даже разлили краску, говорит автор. Мешала и погода. Когда портрет Олега Янковского завершили, пошел дождь. Но краска качественная, отмечает Дмитрий. Рисунок продержится как минимум два года. Мне хотелось чуть-чуть небольшую долю позитива внести в городское пространство, чтобы как-то серую и унылую стену чуть-чуть облагородить, чтобы у нее появился какой-то вид. Да и для гостей города можно на фоне нее там сфотографироваться. Мне кажется, лицо города преобразилось немножко. В данном случае я считаю, что не совсем уместно. И я думаю, бы сама актер не оценила это. Очень интересно будет, мне кажется, для всех и для молодежи, чтобы помнили. Как вы считаете, кого можно еще нарисовать? Наверняка у нас есть те люди, которые действительно делали что-то очень простое, но очень полезное. Это те, кто, возможно, работали просто дворниками, возможно, работали какими-то вахтерами всю жизнь или что-то делали совершенно обычное. Сейчас художник принимает предложения от горожан. Даже присмотрел места, где могут появиться известные лица. Согласно опросу, люди очень просят украсить город портретами Юрия Ашерова и Олега Табакова. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов-24.